ФК Тюмень играет на пафосе. Турнирное положение команды ФНЛ не позволяет действовать вальяжно и напущено на поле. Поэтому сибиряки выступают в городе с таким названием на Кипре. На острове Афродиты стартовал традиционный розыгрыш Кубка ФНЛ. Самый крупный межсезонный турнир под эгидой Уэфа. Тюмень играет в квартете Б. Первым соперником оказался хорошо знакомый Ярославский Шинник. Команда Горона Алексича прямо перед стартом Кубка ФНЛ решила расстаться по веским причинам с тремя опытными футболистами. Александром Столяренко, Владимиром Парниковым и Игорем Короновым. Поэтому тренерский штаб активно оттасовал состав в поисках оптимальных сочетаний. На поле появлялись новички Филипп Дмитрович, Влада Милосавльев, Ненат Маринкович, Астемир Гордюшенко, Семен Фомин, Артем Щербак и Владислав Аслановский, который был самым активным. Именно с его подачи в первом тайме Максим Вотинов едва не забил головой. В спорном моменте судьи, не имеющие системы ВАР, решили взятие ворот и фиксировать. В концовке первого тайма давление Тюмени нарастало, и голокиперу Шинника Дмитрию Яшину пришлось не раз оправдывать свою фамилию. После перерыва наставники клубов не гнушались нерегламентированными на Кубке ФНЛ заменами. У Тюмени на поле весь матч провели лишь Иван Чудин, Филипп Дмитрович и еще перебравшийся из Томи Семен Фомин. Упорная борьба, поле не очень хорошего качества. Из-за дождя? Ну, из-за дождя, да. Не получается комбинированный футбол, как мы хотели. Какие-то моменты получаются. Были опасные очень моменты. Считаю, по голевым моментам впереди Шинника. Коллектив отличный, длился быстро, поэтому уже второй сбор вместе. Более-менее привыкли, думаю, все отлично проходит. Второй тайм получился явно на любителя. Осадки зарядили, как в стихах Егора Летова, бронебойным дождем. В самой концовке Шинник оказался в сантиметрах от победы. Иван Мельников, как черт из табакерки, выскакивал на рандеву с новоявленным голкипером Тюмени Денисом Вамбольтом. Но молодой страж ворот, перешедший совсем недавно из Владивостокского луча, совершил первый значимый сейф. 0-0. В Тюмени Шинник начали Кубок ФНЛ безударно, как второй слог в слове позвонить. Второй поединок Кубка ФНЛ Тюмень проведет 11 февраля. Соперником станет еще один клуб из поделитной лиги – столичная Чертанова. Московская дерзкая молодежь в матче открытия группы «Б» проиграла Риге 1-3.